господи иисусе христе сыне божий помилуй нас номер 237 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 5 августа 2016 года далее сами считайте кто инициировал на нас нападение обращения в роснадзор потребнадзор это вот эта фигура с россией сколько авантюристов здесь грабителей которые травят людей друг против друга вот как с украины это вы все сектанты захватили и они там на майдан выходили показывали многолюдство и вот здесь та же история враг число граждан затесавшийся не затесавшийся это целая операция по его внедрению было и я уважаю так того как его уважать его надо обходить стороной не прикасаться к нему как скверни совершенно неверующий человек разве верующий будет это делать занимается созданием распространением злобных слухов сплетен разрушительные клеветы не подкрепленные научными исследованиями экспериментов был барнауле везде ездить везде кормят оплачивает но и тут епархия собрала при епископ был еще максим дмитриев а что вы скажете про лапкина он даже не встречался со мной его приглашали на занятия в университете техническом я вел занятия там 17 лет только нет ему не надо он распространитель злобных слухов лапкина это псевдоправославный псевдопроповедник псевдомиссионер то есть он заученный тараторит и все а там силовые структуры они собрали все это милиция все полиция а встал говорят майор кгб и говорит а мы фсб а мы лапкина уважаем по нашему ведомству лапкин проходил не один раз судили меня это по их по мгб московского кгб меня арестовали но он говорит за пазухой камень не держит он какой есть такое есть я как-то написал заявление фсб игру в них сообщите хотя бы под какой кличка я проходил у них то бывает клоун там разные вот этот патриарх михайлов бывший по алексей 2 дроздов а мне ответ пришел в письме на виде на бланке на бланке фсб у вас клички не было вы так и проходили по своей фамилии то есть они не могли найти мне кличку я разговаривал много с баптистами кто сидел фетисов много которая минаков там разная и у всех клички и всем предлагали сотрудничать отцу глеба якунина особенно я не могу назвать ни одного с кем беседовал кому бы не что-то они не предлагали на сотрудничество зоя крахманникова говорила мне не предлагали а почему нас первые допроса он допрашивает а я ему свидетельство о боге они да у них мысли этого нет так вы что нас хотите обратить у меня беседовал неоднократно начальник тюрьмы полковник соломин александр семенович огромного роста такой мужчина приятный даже тайно давал звонить домой из тюрьмы хотя следили за мной очень сильно уже нужна работа показать что они работают эти кто там за мной следил то вот сейчас роспотребнадор любыми путями на задушить потому что никого уже нет все задушено и друг детский лагерь такой известный и любыми путями суд суд ничего не решил нет еще не виновен прекратить вот и с этим александр семенович этот соломин умер по-христиански следователь который городской прокуратуры пищугов виталий николаевич приял крещение с полным погружением жизнь дальнейшее не знаю потерял это была работа псевдо православный дворкин вот теперь он пусть схлебает полной ложкой подрывной деятельности этого типа то что показывает а не мои слова это из интернета вот он где липовый профессор шарлатан вот ну и вот что антоний храповицкий говорит о русском народе сегодня мне пишет это 5-го восьмого рейхан жейнакова казашка ой ой вот как она говорит представьте беду русский язык отлично играть их не ходить спросила то есть как на исповедь а перед крещением она крещение готовится принять в это воскресенье к нам собиралась и не могла приехать мать заболела инсульт и однако одна дочь с ней нахожусь в больнице говорит не надо каяться поп-поп говорит не накаяться это исповедание он не может меня исповедовать исповедание понимаете покаяние покайтесь и докреститься каждый за своим иисуса христа и тогда по и получи дар святого духа тогда нет слова вот это идея не апостол 238 а он говорит я не могу исповедовать но не исповедуя покаяние прими пока я не крещена вот так пока не крещена вот так но это я сам такую ошибку сделаю это значит . стоит вот так и потом опять же добавляют там двадцать один сорок пять а тут 47 через полтора минуты вы не обижайтесь вы же мой духовный отец и мне не с кем больше посоветоваться казахстан казашка и не с кем посоветоваться для дворкина я липовый а вот пожалуйста она была у свидетелей и угову так называемых вот это работа чья моя разве работа я не были липовый никакой не профессор я просто работаю сейчас по восстановлению прудов дороги там что дома ремонтировать я строитель у меня нет никакого образования духовного нет образования и вот она называет меня духовным отцом ведь как рождается что значит быть миссионерами другой национальности другой веры крайне агрессивные против православия считается это сатанинской религии эти свете лиговы и она после одной встречи обращается это труд духа святого что значит миссия мы с ней не встречались только по интернету райхана на раиса будет принимать такие крещения но раиса понятно вот дворкин пускай учится смотрит что такое быть миссионер миссионеров православия практически почти нету по пальцам можно перечесть а как это труд духа святого как говорит иоанн златоуст у благовестника обращающего душу у миссионера должны быть тысячи талантов тысячи не два не три не тысяча тысячи во множественном числе говорит иоанн златоуст а чтобы крестить ни одного таланта не надо достаточно быть священник вот он я священник какой-то мы в русский храм будет конечно мой духовный отец я не называю себя не отец никто мне некогда я не не впродых работа и вот петиция медведев написали дмитрию анатольевичу дмитрий анатольевич помогите держаться там в деревне потеряевка гнатью лапкину в этом я уже читал его евгений перфильев здравствуйте друзья вот я автор этой петиции к сожалению петицию блокировали и закрыли а также атаковали почтовый адрес на который она была зарегистрирована ну то есть на себя он из коваровска евгений мы с ним не встречались еще он сам это сделал за первый день петицию подписали 40 человек затем начались хакерские атаки виталий фитал филата все петиции блокирует наверное не первый случай смотрите как я знать не знаю и не встречался никогда господь находит людей сейчас сейчас только был виктор николаевич савченко у него умер отец он едет у нас газель он заходит и спрашивает можно взять покупал то я ее машину на на виктора и он так скромница заходит и каждый раз спрашивает вот только сейчас вышел можем еще съездить дом то продают и кое-что вывести из дома дивана привез куда-то пристроил я не знаю нам не нужны шкафы разные там холодильник мы игру возьмем вот он собирается ехать сейчас данный момент вот я разговариваю я виктор особенно благодарен никто не догадается за что я люблю птиц и он весной тут развесил я приготовил 13 кажется в 14 скворечников а в саду у меня было сто двадцать три скворечника и он их развесил ну и конечно скворец вас и жили эти как скворечник повесил он меня прям ну ублажил я как смотрю скворцы тут сейчас воробьи занимает я думаю видите какой он добрый вот такую просьбу но кто полезет то я говорю так вот там дорога едешь на кладбище довести так это не я это вы сами весили повесили на это я давно уже и забыл по лесу везде у меня висят скворечники на это не мои говорит ну вот прошедший день тут все звонит и звонит один из москвы представляется тв24 москва сергей нам нужно будет встретиться игру на в интернете встречайтесь тут а после 10 октября непрерывно звонит то на володе то на меня и вчера уже перед сном я полуживой прихожу целый день жарюсь на солнце дальний пруд восстанавливая вчера большую работу сделали только чистая работа за высчитан в обеда там заправки машины 11 спала часов за каждый час полторы тысячи мне надо платить где деньги взять и где крайне необходимые деньги вот дом тут приобрели для приглашения детей доски нужны полу полу полов нету и сразу по чуть не на 50 тысяч поехала опять тысяч а пенсия 6500 со всеми льготами 23 и вот я ему разрешил приехать но расспросил как одеться все вчера вот то есть ночь прошла и уже говори то есть на воскресенье на завтра уже из москвы они будут здесь тв24 зачем я говорю зачем вы ехать такую даль время на воскресенье мы не работаем и я дал разрешение разрешение я грубе разрешение прийти большие не у вас будут огорчения я не говорю проблема не люблю это слово совершенно не употребить и употреблять бы его уже едут и а со мной будет там девушка трудоодеться вот так то так то все рассказал не брюка длинное платье без сережек без всяких украшений не крашены согласен ну и сам что был рубашка на выпуск под поясок вот если все так будут как они хотят на литургию приехать к восьмега но соглашенными из идите будете выведены это только за день прошедший день мы закончили лагерный пруд первый мостик он запечатал то есть сделал переезд бульдозерист волка владимир иванович и сразу перешли на второй мостик второй мостик огромная яма кубометров наверно на 200 как я посчитал может неправильно там подсчет меньше но очень большая но невозможно ширина 10 метров это сказать поперек дороги 10 на нас сужается к верху то и прорыв на метров восемь вот уже и глубина метра четыре три четыре ну вот и считай сколько будет вчера начали вернулись и сделали на этом главное переживание всего деревне договорились как кормить уже заранее деревня же маленькой деревне это десяток домов то уже договорились батюшка сразу староста привез барашка приготовить чикнул как пишет расул гамзатов за все отвечает барашек за все отвечает овца вот стихотворение такое интересное кто бы ни приехал в гости это уже готовят сестры один дом готовит 2 3 он сказал завтрак в 7 30 обед в 2 ужин в 9 ну и специально сестры корзинку чтобы не помять по готовят утром пораньше чтобы он начал начала обеда в это время как назвал цифры и в обед не не чтоб далеко не возвращаться никита приносит корзинки вчера по такой трассе шли травы велосипед на себе тащил тащил я меня сходь кабинку то запустите к себе сегодня то он смеется трясет там я говорю я без велосипеда пойду целый день торчу каждый нож или как назад плита на чем он везет впереди срезает как ковш я стою вперед ему нельзя на полметра вперед он опрокинется упадет погибнет ближе значит никак нельзя каждый ковш я посчитал он подходит за за 150 метров надо брать за 150 землю подцепить и на ноже сколько он притащит плита у него впереди у этого у бульдозера бульдозер большой вот притащит он вот идет обратно он я посчитал три минуты уже с грузом идет 5 если ничего нигде остановки нету 8 минут туда сюда туда сюда завалить эту яму надо самосвалами нет самосвалов кран экскаватор нету но надо делать надо делать владимир иванович помогите ну вот он делает и на этом все во славу божию